Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем эту визу для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать книгу «Судей Израилевых». У нас сегодня 18 глава. Читаем мы ее в переводе российского библейского общества. В предыдущей, 17 главе, рассказывалось об одном человеке, Михе, который, имея большие средства по наследству, в своем собственном доме организовал храм, можно сказать, святилище, хотя никто это не санкционировал, никто его не уполновачивал так делать. Это была его собственная идея. Он нанял священника, сначала своего сына, вообще не имеющего права на священство, потому что по ветхозаветному закону только Левит, потомок Левия и Аарона мог быть священником. Потом, наконец, нашел все-таки Левита. Левита нанял в качестве священника за очень скромные деньги. И вот сейчас мы продолжим читать книгу «Судей», 18 главы, и узнаем, как развивались дальше события. «В ту пору у Израиля не было царя», об этом говорит 1 стих, 18 главы. И это некий литмотив. Эта фраза несколько раз повторялась и в предыдущей главе, и дальше будет повторяться, потому что как вообще это возможно? Что-то какой-то человек сам в своем доме организует храм, нанимает священника, делает свое собственное освятилище. Как это вообще может быть? С точки зрения более позднего иудея это совершенно невозможно. И вот чтобы этот нонсенс пояснить, автор, составитель книги «Судей» поясняет, не было царя, каждый делал, что хотел. И не было порядка, не было единого лидера, который напоминал бы людям, как им следует жить, как им не отступать от закона Моисеева. Поэтому возникали такие курьезные и нелепые и странные случаи. Это ведь парадоксальный очень случай Михи. С одной стороны, он хотел угодить Богу, он же делал это как бы из соображения благочестия, а с другой стороны, наоборот, как-то не так он угождал Богу. Хотел одно, получалось другое. Почему он сделал свой собственный храм у себя дома? Почему нанял этого священника? И он был уверен, что раз он это сделал, то Бог ему благоволит. Не было царя, не было человека, который вел бы народ за собой и пояснял бы, как следует жить. В ту пору племя Дана искало, где бы ему поселиться, ведь ему, в отличие от других племен Израиля, так и не досталось на дело. Ну, Дан — это один из сыновей Иакова, Израиля, и племя Дана — это одно из двенадцати колен Израилевых. И вот, хотя другие тексты Священного Писания немножко по-другому об этом говорят, но здесь вот говорится, что если остальные все племена расселились, то у плена Дана с этим были некоторые проблемы, и они вот путешествовали, шли для того, чтобы найти какую-то землю, где им основаться, где им поселиться. Так об этом говорит книга Судей. «Сыны Дана отобрали из своего племени пять человек, пять могучих воинов из цары и Эштаула, и отправили их на разведку разузнать все про эту страну. Идите, и все про эту страну разузнайте», велели этим пятерым. Они пришли в горы Ефрема, к дому Михи, и там заночевали. Вот такой передовой отряд, пять разведчиков. Немножко напоминает, как когда-то Моисей посылал разведчиков в землю обетованную, чтобы они узнали, может ли туда войти израильский народ, и эта миссия провалилась. И в результате евреи 40 лет ходили по пустыне перед тем, как войти в страну. Вот теперь племя Дана, колено Данова, тоже идет, ищет, где бы им поселиться, и посылает небольшой отряд, пять разведчиков. Вот эти разведчики, эти сильные, крепкие воины вошли в дом Михи. Видимо, его дом был самым укрепленным, самым большим, самым богатым на этой территории. Так вот, они пришли в горы Ефрема, к дому Михи, и там заночевали. Когда они были около дома Михи, то услышали голос молодого левита. Они подошли и спросили, кто привел тебя сюда? Что ты делаешь здесь? Чем занимаешься? То есть, они пришли к дому Михи и увидели этого левита, то есть, священника, которого за очень скромные деньги нанял Миха для того, чтобы священник служил в его личном домовом храме. Это удивило разведчиков из племени Дана, и они его стали расспрашивать, как ты вообще сюда попал, кто ты такой, чем ты здесь занимаешься? Ну, левит честно ответил. Меня нанял Миха, я у него священник, ответил тот, и рассказал им, как живется ему у Михи. Они сказали, мы хотим знать, будет ли нам удача в деле, ради которого мы отправляемся в путь. Вы проси Бога об этом. Ну, примерно как вещи Олег старцев вопрошал, который, кудесника, который вышел из леса, так вот эти воины, придя к дому Михи, тоже узнав, что их собеседник священник, говорят, ну, помолись, вот выясни у Бога. Вот такое отношение немножко магическое вроде было и у самого Михи, и у этих воинов тоже. Вот. Удачи-то нам будет, вот мы идем искать на дел, может, и воевать с кем-то придется, чтобы отвоевать себе кусочек земли, где нам поселиться. Что нам скажешь? И священник сказал им, идите с миром, ваш путь перед очами Господа. Вот. Он их благословил на это путешествие. Пятеро двинулись дальше, пришли в Лаэш и увидели, что люди в этом городе живут беспечно, как это в обычае у седонян, спокойны и ничего не опасаясь. В том краю не было никого, кто чинил бы им насилие, сгонял их земли и властвовал бы над ними. От седонян они были далеко, а из соседей ни с кем не общались. Вот. Самые крупные города в этой местности это Тир и Седон в ту эпоху были. И, видимо, город поменьше, который назывался Лаэш, не такой известный, он отличался от всех других городов того времени тем, что там жили люди очень мирно и беспечно. Дело в том, что рядом огромные горы ливанские, через эти горы трудно было пройти каким-то агрессорам, каким-то людям, которые хотели бы их завоевать. И вот они привыкли, что никто на них не нападает, что никаких завоевателей не приходят. Жили мирно, спокойно и беспечно. С соседями не общались, жили сами по себе. Когда пятеро воинов вернулись к своему племени, в Цору и Эштаол, у них спросили, ну что? Газутчики пришли, вернулись? Вот эти шпионы. Естественно, их спрашивают, что видели? Они ответили, пойдем войной на этих людей. Мы видели, как хороша их земля. Чего вы ждете? Немедлите. Выступим в поход и завладеем этой землей. Люди, на которых вы пойдете, живут ничего не опасаясь. Бог отдаст ваши руки обширную страну, землю, где ни в чем нет недостатка. Ну, собственно, они доложили, что видели, что вот жители этого города Лаиш, беспечные, спокойные, не ждут никакого нападения и как раз очень спокойно можно напасть, завоевать этот город и завладеть этой землей. 600 воинов племени Дана выступили с оружием в руках из Цоры и Эштаола. Сперва они стали лагерем близ Кирьят и Раима в Аудее. Это место рядом с Кирьят и Раимом и по сей день зовется Махене Дан. Оттуда они двинулись в горы Ефриема. Когда они дошли до дома Михе, те пятеро, что заходили на разведку в Лаиш, сказали остальным, А вы знаете, что в этих домах есть изваяние, литая статуя и флот и Терафим. Решайтесь. Вот уже теперь идут не газутчики, а идет целая армия, не такая маленькая, по тем временам, 600 отборных воинов с оружием в руках. И вот когда они подошли к дому Михе, то газутчики говорят, а здесь, между прочим, целый храм устроен, святилище, там очень дорогое изваяние серебряное. И они свернули к дому молодого Левит, то есть к дому Михе. Вошли и поздоровались с Левитом. 600 воинов из племени Дана с оружием в руках стояли у ворот, а те пятеро, что заходили на разведку, вошли в дом и забрали изваяние литую стату и флот и Терафима. То есть это святилище ограбили и оттуда все унесли, в том числе это дорогущее изваяние. Священник стоял у ворот, рядом стояло 600 воинов с оружием в руках, а те пятеро вошли в дом. Зашли они в дом Михе, взяли из вояня, литую стату и флота и Терафима и священник сказал им, что вы делаете? Они отвечали, молчи, не говори ничего, иди с нами, будешь у нас священником, станешь нам как отец. У кого лучше служить священником? У какого-то человека в его дому или у целого племени, у одного из родов в Израиле. Священник обрадовался, взяв эфот, Терафима и сваяния, он присоединился к отряду. И воины двинулись дальше. Свои семьи со всем имуществом, свои стада они пропустили вперед. Когда воины Дана были уже далеко от дома Михе, их догнали люди, которых Миха созвал из соседних домов. Усхахав позади крики, воины племени Дана обернулись и сказали Михе, что ты, зачем ты созвал людей? Миха сказал, вы забрали Бога, которого я сделал, забрали священника и ушли. Ничего у меня не осталось. И еще говорите, ты что? И ему ответили, чтоб голоса твоего больше не слышали. Наши люди и так злые. Набросится на вас, тебе и твоя родня конец придет. И воины племени Дана пошли дальше. Миха увидел, что сила на их стороне, повернулся и пошел домой. Кончился расчет Михе, кончился грабежом. Вот эти проходящие мимо воины из племени Дана не только забрали все имущество и уничтожили таким образом тот храм, на который Миха так надеялся, но и священника тоже себя забрали. Тот без особых размышлений, без особых переживаний. Ну, предложили более интересное место служения. Миха ему платил 10 шекелей серебра в год, плюс давал какую-то еду, кровь, а тут целое войско меня приглашает, чтобы я был не личным, частным священником у этого не слишком щедрого Миха, а чтобы я был главным священником целого колена Израилева, племени Израиля. Вот интересное место. Вот все это показывает такую человеческую слабость, расчетливость. Нигде здесь не говорится, что они помолились, что они уповали на Бога, что они исходили в своих решениях из следования заповедем Божиим. Нет, полагались они друг на друга, и все это священство носило такой вот несколько магический, как мне кажется, характер. Поэтому ни к чему хорошему этого не привело. Кто сильнее, тот и прав. Вот такие были у них нравы забрали священника, забрали все имущество, уничтожили этот храм. Миха пытался что-то сказать, но что он может сказать против шестиста воинов, видит, что силы на их стороне и вернулся обратно к себе домой. Забрав то, что сделал Миха, забрав священника, который служил у Михи, они двинулись на Гаиш, там люди жили спокойно, ничего не опасаясь. И воины племени Дана перебили их, а город сожгли. Никто не пришел на помощь жителям Гаиша, от Седаняна они были далеко, а и соседи ни с кем не общались. Вот то, что в мирное время, казалось бы, было даже каким-то плюсом, что они не общались с соседями, ну, и жили сами по себе, мирно, спокойно. Когда наступила война, оказалось, что это минус, потому что никто за не заступился, никто не пришел им на помощь, весь город был разграблен. Гаиш находился в Бет-Реховской долине. Сыны Дана здорово и заново отстроили этот город и стали там жить. Они дали ему имя Дан в честь своего прародителя Дана, одного из сыновей Израиля, а прежнее имя города Гаиш. Сыны Дана поставили извоение у себя, сперва священником был Иоаннафан Ценгер Шоума, затем вплоть до времени изгнания потомки Иоаннафана. Поставили они у себя извоение, сделанное Михой, и оно стояло у них все то время, что храм Бога был в Севоме. То есть вот этот храм перенесся, фактически, незаконный, нелегальный, несанкционированный храм вместе со своим священником, перенесся в город Гаиш, который переименовали в Дан, и там стали жить вот эти потомки Дана. Вот так заканчивается 18-я глава. Что было дальше? Ничего особенно хорошего, но интересное было. Вот об этом не очень хорошем, но интересном мы почитаем в следующих главах, а сегодня мы читали 18-ю главу книги Судей в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. 22-я глава. Продолжение следует...